Несмотря на то, что существует бесчисленное количество злодеев мужского пола в фильмах ужасов, этот жанр также отличный простор для деятельности жутких женских персонажей. В этом видео представлены самые страшные злодеи-женщины фильмов ужасов – от сверхъестественных до страдающих психическими расстройствами, которые заставят вас оставить свет на ночь. Хорошие родители всегда стремятся дать своим детям любовь, понимание и стабильность, вне зависимости от того, в какое время они живут. К сожалению, это не относится к юной Кэрри Уайт в экранизации классического романа Стивена Кинга, Кэрри, 1976 года. Фильм фокусируется на ужасной жизни девушки-подростка и бесконечной жестокости, от которой она страдает в старшей школе, отчасти из-за своей религиозной дофанатизма матери. Маргарет Уайт ставит Бога превыше всего, особенно превыше своей дочери, чьи подростковые изменения только усугубляют проблему. Узнав об инциденте с Кэрри в душевой, она продолжает унижать дочь как словесно, так и физически. Самым шкафу, чтобы она помолилась за отпущение своих грехов. Жестокость матери только усиливается, когда она пытается помешать Кэрри пойти на выпускной бал, заявляя, что все будут смеяться над ней. Маргарет Уайт, в конце концов, встречает свой конец, когда после попытки ударить дочь ножом, Кэрри срывается и нападает на свою мать с помощью телекинеза. Маргарет часто называют истинным слодеем фильма Кэрри, и с этим сложно поспорить, ведь сама девушка, несмотря на её печально известные действия во время сцены на выпускном вечере, является жертвой на протяжении большей части фильма. Одно из самых популярных заблуждений в поп-культуре состоит в том, что Джейсон Вурхис всегда был антагонистом во франшизе Пятница 13-ая. И пускай Джейсон является лицом всей серии, на самом деле именно его мать, Памела, держала нож в руках в первом фильме серии. Пятница 13-ая 1980 года, особенно по сравнению с более поздними лентами, значительно мрачнее и развивается медленнее. Кроме того, в отличие от следующих частей, где Джейсон присутствовал на экране большую часть времени, в первом фильме не раскрывают личность убийцы до финальных сцен. Бетси Палмер, как известно, согласилась сыграть эту роль только потому, что ей нужны были деньги, чтобы купить новую машину. Она даже назвала сценарий куском дерьма и надеялась, что фильм никто не увидит. Несмотря на это далеко не восторженное мнение, актриса отыграла со всей самоотдачей каждую секунду экранного времени. Вместо того, чтобы просто казаться доброй женщиной средних лет в синем свитере, Палмер умудряется привнести в свою роль ощущение настоящей угрозы. Она прекрасно играет сумасшедшую мать, жаждущую отомстить вожатым лагеря Кристалла Лейк после того, как они не смогли спасти её сына от утопления. Игра Палмер по-настоящему высоко ценится в жанре ужасов и является катализатором для остальной части серии. Её ужасная кончина в разгар фильма стала концом для персонажа, но в то же время открыла возможность для Джейсона стать культовым убийцей во всех последующих фильмах. Мизери до сих пор считается одной из лучших адаптаций произведений Стивена Кинга, и нетрудно понять, почему. Этот фильм не только был безупречно снят великим Робертом Райнером, но и демонстрирует один из лучших примеров актерской игры в карьере Кэти Бейтс. По сюжету, писатель Пол Шелдон получил ранение в автокатастрофе и был спасен Энни Уилкс. Изначально она производит впечатление доброй, слегка эксцентричной женщины. Энни представляется Полу как восторженная поклонница его серии книг, в центре которой находится персонаж по имени Мизери. Но с течением времени Энни, разгневанная на Пола, который убил Мизери в своих произведениях, раскрывает свои психопатические наклонности. Это приводит к тому, что Энни заставляет Пола страдать морально и физически, вынуждая его переписать книгу. Перфекционистские требования Энни и её властное вмешательство нарушают творческий процесс писателя, и они оба начинают стремительно двигаться к смертельному финалу. Концепция психически нестабильного фаната – это повторяющийся образ, основанный на примерах из реальной жизни. Знаменитости самого разного типа часто подвергаются преследованиям со стороны чрезвычайно одержимых поклонников их работ. Бейтс показывает такого человека с большим энтузиазмом, балансируя между маниакальной жизнерадостностью и кровожадной яростью. Неудивительно, что на 63-й церемонии вручения премии Оскар Бейтс забрала домой награду за лучшую женскую роль. Стивен Кинг определенно умеет создавать запоминающихся женщин-антагонистов, и Роуз в шляпе – не исключение. Доктор Сон – это продолжение фильма Сияние, действие которого происходит через 30 лет после того, как Дэнни Торренс столкнулся с ужасами отеля Overlook. Когда Дэнни справляется с алкоголизмом и принимает способности Сияния, над ним нависает новая угроза. Выяснилось, что люди с Сиянием становятся жертвами вампирского культа, известного как Истинный Узел. Члены этой организации, возглавляемой Роуз в шляпе, приобретают бессмертие, поглощая сущность людей со сверхспособностями. В центре сюжета фильма – стремление Дэнни защитить молодую девушку по имени Абра и её дар от Роуз. Несмотря на то, что Роуз является лидером группы вампиров, она не злодейка в прямом смысле этого слова. Она заботится о своем клане и была убита горем, когда бессмертие одного из членов её культа наконец истекает. Тем не менее, фильм не позволяет забыть, насколько жестоко Роуз на самом деле. Самый ужасный пример – сцена, когда Роуз и Истинный Узел убивают мальчика из-за его способностей. Она объясняет, что сияние истощается по мере взросления людей, поэтому её клан выбирает своими целями именно детей. Ребекка Фергюсон была удостоена похвалы критиков и зрителей за роль Роуз в шляпе, так как она в равной степени смогла показать озлобленность и харизму персонажа. За каждой куклой мужского пола, способной на серийные убийства, стоит такая же женская кукла. В случае с Чарльзом Ли Рэем, также известным как Чаки, ей стала Тиффани Валентайн, которая впервые была представлена в фильме Невеста Чаки. Тиффани была создана как столь же кровожадная девушка Чаки, и ей удается воскресить его после ужасной кончины в фильме Детские игры 3. То, что начинается как радостное и кровавое воссоединение, быстро меняет свою форму, когда Чаки раскрывает своё пренебрежение к Тиффани. Это приводит к серьёзным проблемам в отношениях, поскольку Чаки убивает Тиффани электрическим током в её собственной ванной. Затем он использует повторяющиеся в серии Проклятье Вуду, чтобы заточить душу Тиффани в теле другой куклы. Затем пластиковый дуэт обманом заставляет молодую пару Джесси и Джейд перевести их в Нью-Джерси. По пути Чаки и Тиффани проливают изрядное количество крови, и между ними вспыхивает несомненно запутанный, но очаровательный роман. К сожалению, Медовый месяц длится недолго, и Чаки начинает жестко критиковать Тиффани за её способности хозяйки. Тиффани была настолько хорошо принята фанатами детских игр, что её показали ещё в трёх сиквелах. Остерегайтесь взгляда Мэри Шоу. Детей у неё нет, только куклы. И если вы увидите её во сне, то ни в коем случае не кричите. Будь то Билли из Пилы или Аннабель из Заклятия, режиссёр Джеймс Ван явно увлечён куклами и марионетками. Но эта тенденция в его творчестве окончательно закрепилась в третьем фильме режиссёра, Мёртвая тишина. Сюжет ленты рассказывает о Джейме Эшене, который после смерти своей жены возвращается в родной город за ответами, связанными с загадочной куклой чревовещателя и печально известной местной легендой о женщине по имени Мэри Шоу. Она была известна своими способностями к чревовещанию, и ей не понравилось, когда один ребёнок прервал её обряд и сказал, что видит, как шевелятся её губы. Когда ребёнок таинственным образом пропадает, горожане выслеживают Мэри и убивают её. Однако, последним желанием чревовещательницы было сделать из неё чучело и похоронить её вместе с куклами. Теперь в новой призрачной форме с бездушными глазами и ртом куклы-чревовещателя она стремится отомстить семье Джейме. На протяжении долгого периода наведения страха Мэри оставляет отвратительную метку на своих жертвах. Она вырывает им языки и оставляет на лицах ужасающие шрамы, похожие на рот марионеток. Любимые часто считают недооцененной жемчужиной жанра ужасов за последние 15 лет. В центре сюжета старшеклассник по имени Брэнд, который оказывается целью своей безумной одноклассницы Лолы. После того, как Брэнд отклонил её предложение пойти вместе на выпускной бал, парня, всё ещё переживающего смерть отца, похищают. Затем Лола и её отец заставляют Брэнта принять участие в жутком подобии выпускного бала, в то время как его подвергают психологическим и физическим пыткам. Лола в исполнении Робин Макливи притягивает к себе всё внимание. Её актёрская игра проходит по тонкой грани между вызывающим чувство тревоги и вульгарным поведением, но Макливи не позволяет себе переигрывать. Лола на протяжении всего фильма не видит ничего плохого в том, что она делает с Брэнтом. В её сломленном сознании она просто рассматривает происходящее как идеальный выпускной вечер с самым симпатичным парнем в школе. Этому заблуждению способствует её столь же безумный отец, который помогает дочери в этом ужасном преступлении. Масштаб поступков Лолы и её отца только увеличивается на протяжении всего фильма, в котором также есть и несколько интересных поворотов сюжета. Истинный ужас Лола вызывает тогда, когда на протяжении всего фильма совершает абсолютно непредсказуемые поступки. Она переходит от игривой попытки накормить Брэнта в одной сцене, до угроз изувечит его в следующей. Благодаря прекрасной актерской игре этот фильм заслуживает гораздо большего внимания. Дитя Тьмы получил большое количество похвалы и критики с момента выхода в 2009 году. Однако, единственное, с чем могут согласиться все зрители, это то, что персонаж Эстер в исполнении Изабель Фурман шокирующий, уникальный и незабываемый. В начале фильма Кейт и Джон Коулманы надеются привести в норму свой разрушающийся брак, усыновив третьего ребенка. Их обоих сразу тянет к молодой русской девушке по имени Эстер, и они решают ее удочерить. Однако практически сразу же все выходит из-под контроля, поскольку Эстер становится все более манипулятивной и наносит травму школьному хулигану. По мере совершения все более страшных поступков, девочка начинает раскрывать свою истинную садистскую природу. Её цель – избавиться от приемной матери. Кейт, в конце концов, обнаруживает, что у Эстер нет задокументированных записей о её прошлом, и многие люди в её жизни вскоре после встречи с ней оказывались в гробу. Однако вся эта информация меркнет на фоне того, что у Эстер редкое гормональное заболевание, и на самом деле она – 33-летняя женщина с психическим расстройством. – Перестаньте говорить со мной, как я ребенок! После выхода оригинального фильма Фурман получила похвалу критиков за исполнение роли Эстер. Её актерская игра оказалась настолько впечатляющей, что актриса с помощью некоторых спецэффектов повторит роль в грядущем приквеле. Фильм Джордана Пилла, Мы, был признан одним из самых продуманных и оригинальных фильмов ужасов за последние годы. Это история семьи Уилсонов и отпуска, который прошел не так, как планировалось. Аделаида в исполнении Лупиты Нионга почти сразу же оказывается на грани из-за детской травмы, которая произошла с ней в этом районе. Когда она шла через зеркальный зал на местном карнавале, на неё напал её двойник, называемый Тенью. Много лет спустя это воспоминание обрело статус новой опасной реальности. Группа теней, которые являются антиподами всей семьи героини, начинают сеять хаос под командованием своей матери по имени Рэд. Опасная копия Аделаиды быстро раскрывает свои намерения, обращаясь к напуганной Уилсон с жутким монологом. Рэд говорит призрачным и почти исчезающим голосом, который только усиливает ощущение угрозы. Добавьте к этому способность видеть на сотни метров, преодолевать любые препятствия и физическую силу, и станет понятно, почему этого персонажа невозможно не испугаться. В конце концов выясняется, что сама Аделаида является тенью, которая схватила и поменялась местами со своим двойником во время их встречи в детстве. Воплощение Неонга двух персонажей на экране поистине впечатляет, и многих фанатов до сих пор разочаровывает тот факт, что актриса не была номинирована на премию Оскар. Один из лучших персонажей трилогии Семьи Фаерфлай от Роба Зомби – Малышка в исполнении Шерри Мун Зомби. Она член банды серийных убийц, известной как Семья Фаерфлай. В окружении таких персонажей, как Отис и Капитан Сполдинг, впечатляет, что Малышка выделяется как сумасшедший злодей – впервые представленная в Доме тысячи трупов Малышка, одержимая Голливудом и чрезвычайно веселая серийная убийца, выполняющая все гнусные дела своей семьи с чувством ликования и улыбкой на лице. Мун Зомби четко оценивает и понимает эту роль, сыграв её трижды с 2003 по 2019 года. В следующих фильмах, Изгнанные дьяволом и Троя из ада, безумие Малышки только усиливается. Несмотря на свой кровожадный и жестокий характер, она по-прежнему сохраняет странно милые очарования, неоднократно проявляющиеся в творчестве робо-зомби. Лучше всего это иллюстрирует восхитительная сцена, где Малышка и Сполдинг донимают Отиса, чтобы тот остановился замороженным. Малышка, несмотря на то, что она психопат, помешанный на крови, кажется, действительно испытывает большую привязанность и признательность ко всей своей безумной семье. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про фильмы ужасов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!